В поисках царства Османской империи и Сефивитского Ирана. Интересы османов распространялись главным образом на западную часть Грузии, Эмиретию, Гурью и Мегрелию, Сефивитов на восточную Грузию, где располагали царства Картли и Кахети. На протяжении XVII века и большей части XVIII века Картлийское и Кахетинское царства в общем оставались под иранским влиянием. Контроль над политикой местных монархов древней династии Багратионов осуществлялся с присутствовавшими в столице Картлий, Тифлиси и столице Кахети-Тилави сефивитскими чиновниками. Иногда на местах размещались иранские гарнизоны. Грузинские цари были обязаны выступать в военные походы по приказу шаха, а также и годом выплачивать денежную дань. С начала XVII века престолы Картлий и Кахети занимали исключительно грузины, принявшие ислам. Переход в мусульманскую веру стал непременным условием не только для царской инвеституры, но и для назначения на высокие государственные посты. Вынужденная тесная связь с Ираном, переплетение политических судеб Картлий и Кахети с судьбой этого южного соседа существенным образом сказывались на мировоззрении и геополитических установках грузинской элиты. На протяжении нескольких столетий они воспринимали свою страну как часть Востока, провинцию сифвитской державы. В 1740-х годах шах Надир вступил в длительное противостояние на Кавказе с Османской империей владителями Дагестана. Будучи заинтересован в поддержке своих действий грузинами, он назначил царями преданных вассалов Теймураза в Картли и его сына Ираклия в Кахети, позволив им венчаться на царство по православному обряду. В 1747 году Надир умер и в Иране началась очередная смута. В сложившейся ситуации Теймураз II и Ираклий II смогли сделать свои царства фактически независимыми, хотя формально Восточная Грузия продолжала находиться в составе Ирана. В 1762 году после смерти Теймураза II Картлийским царем был провозглашен его сын Ираклий II, и два Восточно-Грузинских царства объединились под властью одного правителя. Правление Ираклия II прошло в постоянном противоборстве с местной аристократией, недовольной преобразованиями, которые он пытался осуществить. Царь безуспешно стремился модернизировать по российскому образу систему государственного и военного правления Восточной Грузии, сочетавшие в себе архаичные местные институты с иранскими. В начале 80-х годов, 18 века, в период очередного ослабления Ирана, Ираклий II заключил с российской императрицей Екатериной II дружественный договор, по которому Картлий-Кахетинский царь порывал с каджарским Ираном и признавал над собой верховную власть России. Ираклий II давал обязательство не вступать ни в какие отношения с соседями, без согласования с российскими пограничными военными командованиями и российскими представителями при царском дворе. Внутри своих владений правитель Картлий-Кахетин обладал полной автономией и сохранял за собой и своим потомством наследственные права на трон. Инвеституру царей осуществлял отныне российский император. Несмотря на заключение Георгиевского трактата, Иран продолжал считать Грузию своим владением. В 1795 году Шах Агам-Мухаммед-Хан организовал военный поход, разгромил Ираклия II в корца низкой битве и затем без боя занял и разорил Тифлис. В 1798 году Ираклий II скончался, и в Восточной Грузии начались династические раздоры. Болезненный царь Георгий XII, сын и преемник Ираклия II, желая предотвратить смуту, обратился к императору с предложением присоединить Картлий-Кахетин к России, сохранив царственные прилигативы династии Багратионов. Саму послу в Петербурге он писал, «Представьте им, русским монархам, все мое царство, и предложите его не только под покровительство, но и предоставьте вполне их власти и попечению, чтобы с этих пор в царство картолосианов считалось принадлежащим державе российской с теми правами, которые пользуются находящиеся в России и другие области». Первой реакцией Павла на это обращение стала идея преобразовать Картлий-Кахетию в губернию под управлением одного из местных царевичей. Однако затем российский император радикально изменил свое видение, будучи в Восточной Грузии. Император решил превратить Картлий-Кахетинское царство в административную единицу Российской империи без каких-либо признаков самостоятельности. В это время грузинские царевичи фактически разделились на две противоборствующие группировки – пророссийскую и проиранскую, каждый из которых рассчитывал утвердить свои права на Восточно-Грузинский престол, опираясь на военно-политическую поддержку Романовых или Каджаров. Царевич Александр Ираклевич эмигрировал в Иран в Таврис в июне 800 года. Летом 800 года в Тифлис прибыли иранские послы, которые передали ободрительные письма от Аббас Мердзы, сына нового иранского правителя Фетхали Шаха, к царице Дориджан Додиани, Томазу Арбелиани и другим. В письме к матери царице Дориджан царевич Александр сообщал о том, что Аббас Мердза обещал ему военную помощь, и в конце августа 800 года вместе с иранскими войсками он прибудет в Тифлис. Однако, вопреки обещаниям, иранское правительство не оказало помощи царевичу Александру. В ноябре 1800 года царевич Александр, намереваясь объединиться с братьями и эмиритинскими войсками, вместе с аварским нуцалом Умаханом или Амарханом, вторгся в Кахетию, но потерпел поражение от объединенных сил русско-грузинской армии в битве на реке Иори. Царевич Александр со своими сторонниками нашел прибежище у правителя Карабахского ханства Эбергим-хан Халил-хана, затем переехал в Дагестан. Пад Халихан, узнав о разгроме своих союзников, отказался от похода в Грузию и оставил свою армию в Тибризе. Кавказское командование объявило царевича Александра изменником. 28 декабря, или 8 января по новому стилю, царь Георгий XII скончался. Согласно повелению императора Павла I царством стал управлять царевич Иоанн с помощью Диванбега, то есть придворного советника Игнатия Туманишвили и генерала Ивана Петровича Лазарева. Вскоре из Санкт-Петербурга прибыли гражданские послы с рескриптом Павла I об одобрении и начи апробации просителей пункта царя Георгия XII. Согласно параграфу второму просительных пунктов царский титул передавался за наследником Георгия XII Давидом. Однако кавказское командование не позволило Давиду занять карликовский престол и ко времени прибытия генерала Карла Федоровича Кноринга, то есть это 24 мая 1801 года, он выполнял функции регента. Царица Дориджан и ее сыновья категорически отказались признавать власть Давида XII. В конце января 1801 года грузинские царевичи со своими подвластными князьями съезжаются в Март Копи. Царевичи Лон, Вахтанг и Александр уведомили российские власти во Грузии о своем категорическом непризнании наследственных прав Давида и намерении его свергнуть. Планируя привлечь на свою сторону Лизгин и войска мусульманских хан за Кавказе, а также эмиритинское войско царевичи в конечном счете хотели добиться изгнания российских войск из Грузии. Российские войска под командованием генерала-майора Василия Семеновича Гулякова при поддержке грузинских войск под командованием царевича Иоанна нанесли упреждающий удар по собравшимся. Царевичу Александру удалось бежать. В мае 1801 года генерал Кноринг отстранил Давида XII от власти и создал Временное правительство во главе с генералом Лазаревым. После значительных колебаний император Александр I манифестом о 12 сентября 1801 года окончательно закрепил присоединение карты Кахетинского царства к России на правах имперской провинции. В начале 1802 года царевич Александр Иракливич и Теймурас Георгиевич направили письма тагаурским старшинам, проживающим в Дарьярском ущелье, с призывом перекрыть военно-грузинскую дорогу и тем самым нарушить регулярные сообщения России с Восточной Грузии. В феврале 1802 года Александр Иракливич прибыл в Эмеретью, откуда он направил письма примирительного содержания Давиду XII и местным князям. Большая часть писем была перехвачена российскими властями, но кое-какие дошли до Давида XII. Последний пытался при посредничестве Ереванского хана войти в сношение с хаджарским правительством. В июле 1802 года сторонники царицы Дариджан собрались в ручище на реке Кельменчура, близ селения Магаро, провозгласили Юлона царем Карли Кахетти и присягнули ему верности. Извещая об этом императора Александра I, как верховного сюзерена, Кахетинская знать просила государю о сохранении в Грузии царя из рода багратионов. Все Кахетинские жители, духовные и светские, на коленях стоя просим у Вашего императорского величества всемилостивершего покровительства, всемилостиверший государь. Все мы пристыгали на верность Вашему императорскому величеству, когда был объявлен нам высочайший манифест, в котором, между прочим, изображено, якобы мы донесли высочайшему двору, что царя не желаем иметь, и будто без царя приступили мы к покровительству Верховного управления Вашего императорского величества. Наши цари перед нами никакой вины не сотворили, и нам от них не для чего отрекаться. Более тысячи лет, как род багратионов есть царственный, многие из них за Христа и за нас мучения приняли и кровь свою проливали, и мы при них умирали. Итак, отрицание от них не есть наше дело, а выдумка обманщиков. Наши желания и просьбы в том состоят, чтобы духовное завещание, ознаменовавшееся великими подвигами на пользу Отечества покойного императора, покойного царя Ираклия, было утверждено, и по силе он и вадан был нам царь, с которым оставались бы мы под высочайшим покровительством Вашим, и по мере сил наших употребили бы себя на службу Вашего Величества. Письмо подписали 69 кахетинских князей. Иранский правитель Фетхали-Шах незамедлительно прислал Юлону Фирман на царство, а также предписал Ахалцикскому шериф Паше оказать Юлону военную помощь. Десятитысячный корпус иранских войск под командованием Пиркули-Хана подошел к российским границам, но так и не решился войти в Грузию. Российское командование отреагировало незамедлительно. Войска генерала Лазарева вошли в Кахетию, часть князей была арестована, большая вынуждена эмигрировать. Ликвидация выступления кахетинской знати не привела и не могла привести к успокоению Грузии. Ситуация в Восточной Грузии стала вызывать серьезные опасения в правительстве Александра I. В августе 1802 года для ознакомления с деятельностью Верховного грузинского правительства в Тифлис прибыл предколежский советник Соколов. Результатом его доклада явился рескрипт Александра I 8 сентября 1802 года, по которому новым главнокомандующим Грузии, инспектором Кавказской линии и астраханским губернатором назначался генерал-князь Цицианов. В начале февраля 1803 года Цицианов вступил в Тифлис. Вскоре последовали важные административные судебные реформы, а затем главнокомандующий в Грузии нанес удар по царскому дому Багратионов, кардинально видоизменивший всю политическую культуру грузинского общества. Испросив соизволение Александра I, Цицианов проявил непреклонную волю в стремлении выселить всех Багратионов в Грузию. В течение 1803-1805 годов все царевичи и царисты Дариджан выехали в Россию, добровольно или под арестом. Последними в апреле 1805 года выдворялись царевичи Юлон и Парвоз, первый Воронеж, второй Втул. Кроме того, была выселена супруга Георгия XII Мария и царевич Баграт. Значительная часть кахидинской знати 41 князь во главе с царевичем Таймуразом, сыном Георгия XII, эмигрировала в Иран. Таймураз Георгиевич присоединился к Александру Иракливичу в Дагестане. Все члены отстраненного от власти царского дома получили особое место среди высшего сословия Российской империи. Весной III года князь Цианов направил войска в Дагестан для поимки Александра Иракливича и Таймураза Георгиевича. Однако царевичам удалось сбежать в Иран и достигнуть Тибриза, где они поселились при дворе Аббас-Мерзы. Летом III года царевич Александр вступил в переписку с кавказским командованием с просьбой отложить, ввиду слабого здоровья, высылку в Россию его матери, царица Дариджан, и обещая, в свою очередь, присягнуть на подданство российскому оператору. В своих письмах он указывал на то, что решение о ликвидации карты Кахетинского царства было неправосудно. Грузия есть часть Азии, и всегда мы были подданными персидскому государю. Издревле, когда в Константинополе царствовали православные императоры, владея Востоком и Западом, от них дом Багратионов был всегда почитаем, многими пользовался милостями и велико имел покровительство. А как их уже не стало, и российский император был православный государь, то отец мой, царь Ираклий, и брат мой, царь Георгий, подвергли дом свой и землю российскому императору для того, дабы дом наш был сохранен, а не истреблен. Между тем, в какие дому нашему случились несправедливости, это было делом несообразным его величеством, но теперь да будет воля его величества. Князь Цианов в ответном послании обещал царевичу достойный прием и содержание в случае его возвращения. Пожелаете поехать в Россию? Будете приняты с благоволением высокомонаршем, как братья ваши и племянники. Однако просьбу царевича относительно его матери князь Цианов отклонил. В октябре 3 года царица Дориджан была выслана в Россию и поселена в Санкт-Петербурге. В ноябре 3 года царевич Александр Ираклевич совместно с Урхайханом Хазикумовским вблизи аула Матало атаковал российские войска под командованием генерал-майора Гулякова. Нападение было успешно отбито. По сообщению князя Цианова, недолго дирижность его продолжалась, и он через полчаса, как заяц со всеми своими войсками, должен был бежать за Лазань, оставив на месте в реке до 300. Зайцев или мух, кои до сих пор не верят, что воробьи не могут вести войну с Орлами. По-видимому, самые чувствительные меры, призванные избавить грузинскую элиту от всяческих иллюзий о восстановлении самодержавия и багратионов, юридически оформить переход грузин к прямому подданству, следует признать отмену мауравств. По обычаю, десятую часть всех государственных налогов, собранных с крестьян, Маурави оставлял себе. Однако на практике маурави руководствовались не столько указаниями закона или обычая, сколько собственным усмотрением. Лишение грузинской знати такой привилегии, по мысли князя Цианова, следовало проводить весьма осторожно. К уничтожению всех бесполезных и вредных чиновников Я вижу только одно средство, которое, не огорчая здравомыслящие части дворянства, может со временем истребить мауравов, а именно за всякое злоупотребление пожаробий поселян, отрешать их от должности и не назначая никого на их место. Император внял доводом главноуправляющего Грузии и высочайшим рескриптом по повелениям от 29 января 2004 года постановил на места умерших Маурави никого вновь не назначать. В январе 2004 года князь Цианов взял штурм Гянджу, причем правитель ханства Джават-хан и его сын, и большая часть гарнизона были убиты. Новость о падении города послужила поводом к началу затяжной русско-иранской войны. В марте 2004 года Фет-Халих Шах собрал одну часть своей армии в лагере под Султанией, а Бас-Мерза сосредоточил другую часть иранского войска под Тебризом. Во все ханства были посланы каджарские посланцы с фирманами Шаха и воззваниями Аббас-Мерзы, требовавшими признания покорности и содействия иранскому войскам при их переходе в Грузию и Гянджу. В конце марта 2004 года царевич Александр Иракливич и Теймурас Георгиевич направили к князям Восточной Грузии и иерархам Гурзинской Православной Церкви письма, перехваченные Кавказским командованием. В своих посланиях старевичи сообщали, «Когда мы достигли праха ног милостивого государя нашего, изложили перед ним нашу жалобу, государь по своей несчетной милости тогда же отдал, как по всему Ирану, приказ и приступил к сборам для похода в Грузию. Наш дом 1400 лет царствовал в Грузии, будучи поддан имиранского государя. Ваши отцы и деды всегда проливали кровь за наш дом, за наш дом пред отцами и дедами нашими. Не делайте же такого дела, которое могло бы погубить ваши дома. А службу вашу и кровопролитие обратить ничто. Теперь вы все отправляетесь к нам навстречу». В апреле 2004 года Шах и Аббас Мирза пересекли Аракс, войдя в Нахичевань, и двинулись в сторону Иривания для встречи с князем Цитановым. В мае 2004 года в Тифлис к князю Цитанову прибыл каджарский посол Якуб Бек, категорически потребовавший добровольного вывода российских войск из-за Кавказа. В это же время царевич Александр вновь направляет письма в Восточную Грузию с настоятельными просьбами к местным князям выступить со своими отрядами на соединении с ранцами. «Государь отправил Шах за Деббас Мирзу с 50-тысячным войском. Мы все двинулись от Тавриза на три перехода. Уже 20 дней, как и Шах изволил выступать из Тегерана. Он следует в вашу сторону, подобно морю волнующимися войсками». Принимая во внимание все вновь открывшиеся перед правительственным трудности для организации управления Восточной Грузии, Александр I поставил перед князем Цитановым вопрос о возможности восстановления карты Лихахетинского царства с династией Багратионов во главе, о чем сообщалось в письме императора князю Цианову от 8 июля 2004 года. Однако военно-политическая обстановка на южных границах и главная сама динамика развития кавказской политики империи сделали столь крупный шаг назад уже невозможным. В июне 2004 года князь Цианов разгромил иранцев во главе с сыном Шаха Бас Мирзой при Эчмеядзине и Канагире и осадил Иривань. Недостаток продовольствия, эпидемия, опасность оказаться отрезанными начались антиправительственные выступления в Осетии и волнение в Памбаке, куда вошли иранские войска под командованием Александра Иракливча, заставили Цианова снять осаду. В 1805 году Шекинский, Ширванский и Карабахский ханы приняли российское подданство. В следующем году российские войска заняли почти все за Кавказе, за исключением ириванского и нахичеванского ханств. Иранское правительство с потерей мусульманских ханств в Закавказе утратил и стратегическую инициативу. Юго-восточная граница Восточной Грузии на значительном протяжении теперь была мало досягаема. В ноябре 2005 года князь Цианов двинулся на Баку, но в феврале 2006 года был убит во время переговоров с бакинским ханом. Новым главнокомандующим был назначен генерал-граф Гудович. Летом 2005 года российское командование при участии генерала-лейтенанта Шамхала Мехтит-Тарковского пресекло дипломатическую миссию возвращавшихся из Ирана кабардинского уздения Жантемира Оокова, грузинского дворянина Ивана Антонова и уздения Андреевской деревни Юсупа. Посланцы везли 36 писем владителям Северного Кавказа от Фетхали Шаха, министра фирманского правительства и грузинский старевич Александр Итаймураза. В одном из фирманов, адресованном князьям Большой Кабарды Адель Гирею Беку, Аслан Беку, Али Беку, Тотшагу Беку, Драгу Беку, Исхат Беку, Ибрагим Беку и Осман, Эфенди говорилось, «Я, Шах Персидский, обливаю вам, что Россия заняла Грузию насильственным образом. Сей проклятый русский народ наделал нашим правоверным много разорений и обид. Теперь я своего сына Аббас Мерзу с пятидесяттысячным войском, исправных и в толике же числом пушек послал в Грузию, к Грузии, а за ними со ста тысячами войск и четырьмя стами пушек я и сам туда же отправляюсь и всех русских в Грузии выгоню, вырежу и истреблю до последнего, а вам, как правоверным указом моим, всем повелеваю, когда вы услышите о моем приходе с войсками в Грузию, старайтесь, соединяясь всеми своими силами нападать на русских, истреблять и разорять их до основания». В письме Александра Ираклиевича ко всем черкесским владельцам было сказано, «Теперь всему вашему обществу должно иметь одну душу и одно сердце, и всевозможно употребить все свои силы, когда узнаете, что император подойдет к русским, то и вы должны помогать». В послании царевича этой Муразы Георгиевича к черкесским князям говорилось, «Отец мой был во всегдашней с вами дружбе, и как мой брат Александр, так и я желаю продолжать с вами нашу приязнь и показать во всяком случае наше усердие к вам, если только дадите вы знать нам о ваших потребностях». В начале 1977 года российское правительство ввиду начавшейся русско-турецкой войны вступило в переговоры о перемирии с хаджарским правительством. Однако достичь соглашения не удалось. Правительство Фетхали-Шаха требовало передачи Ирану всех земель вплоть до Кизляра. Иран готовился к возобновлению военных действий. Однако поражение турецких войск под Арпачем в июне 2007 года заставило Бас-Мирзу отвезти свои войска к Нахичеванию, не дожидаясь ответных шагов русского командования. Летом 2007 года Александр Ираклевич за деньги персиан снаряжает отряд из нескольких тысяч лезгин для нападения во владение пророссийских князей в Карталании. В марте 2008 года граф Гудович направил в Тегеран подполковника Врейза с предложением начать переговоры о мире. Мирные инициативы были отвергнуты каджарским правительствам и в сентябре 2008 года военные действия возобновились. К началу ноября 2008 года Ереванское и Нахичеванское ханства были заняты русскими войсками. Неудачный штурм Еревана в ноябре 2008 года и приближение зимы заставили Гудовича отвезти войска в Грузию. Вскоре после этого в 2009 году граф Гудович был заменен генералом Тормасовым. В 1808 году в Кабарде после смерти Адельгирея Тажукина и Ефеди Исхака Абукова лидером матеросийской партии в Кабарде становится Казбулат Кельчукин. Царевич Александр был зятем Казбулата Кельчукина и между ними велась весьма активная переписка. Куриры Александра и его сторонников находили себе приют у владельцев Казбулата Кельчукина и Расламбека Бесленова. В апреле 1808 года пристав кабардинского народа генерал-майор Иван Петрович Дель-Поца донес командующим на Кавказской линии генерал Сергею Александровичу Булгакову о том, правительство и грузинского царевича Александра с восмусительными письмами посланцы деньгами на подкупление успеха. В сентябре 2009 года в Кабарду прибыли агенты от халцикского Паши Селима и грузинского царевича Александра. Они также призывали кабардинцев, чеченцев и осетин к совместному нападению на Кавказскую линию. И уже в ноябре 2009 года на реке Малки на собрании кабардинских князей был разработан план совместных действий против России. Суть плана состояла в том, чтобы с весны 2010 года все плоскостные кабардинские поселения переселить в горы Баксанского, Черехского и Чегемского ущелья, а до их укрытия на новых местах и до отгона скота в горы вооруженные столкновения российскими войсками не вступать. Границ с Кавказской линией не тревожить. Разумеется, распускались слухи о скором поражении России и кабардинцев внушало, что необходимо вооруженные выступления мусульманских народов в Кавказе для приближения этого поражения. В 2009 году царевич Александр направляет Тагаурцам прокламацию, где говорится о помощи перцев Грузии и что приготовление нынешнего года не похоже на такие же прошлых годов. Шах не намерен отстать отдел Грузии. Летом 2009 года иранские войска в попытке переломить ход войны прибегли к новой тактике. Воинские отряды теперь сосредотачивались в укрепленных пунктах и совершали регулярные набеги на российскую границу. Однако, сколько-нибудь заметно изменить соотношение сил за Кавказе, это тактическое решение оказалось бессильным. Летняя кампания 2010 года завершилась победой российских войск, разгромивших иранскую армию под Ахалкалаки. Главнокомандующий в Грузии граф Патармасов предложил иранскому правительству возобновить мирные переговоры. Однако, они не состоялись, поскольку Фетхали Шах потребовал передать ему Мегри и Талыш. В октябре 2010 года царевич Тимурас Георгиевич сдался российским властям и уже в январе 2011 года он был в Санкт-Петербурге, где получил возможность вести активную научную и литературную деятельность. С этого времени Александр Иракливич стал единственной фигурой, представляющей альтернативное геополитическое будущее Восточной Грузии. Главнокомандующим на Кавказе летом 2011 года стал генерал-лейтенант Павлуччи. Военные действия летом 2011 года носили незначительный характер. Ни Иран, ни Россия не располагали с достаточными силами для ведения активных действий. В феврале 2012 года новым главнокомандующим был назначен генерал-лейтенант Артищев, который в очередной раз приступил к переговорам о мире. В марте 2012 года, продолжая вести военные действия, Иран возобновил переговоры о перемирии. Россия соглашалась подписать мир на основании статус-кво при условии объявления независимости столышковых ханства под протекторатом России и отказа Ирана от создания военного флота на Каспийском море. Переговоры были прерваны. В январе 2012 года в Хохитии фронирующая знать при деятелем участия крестьянства подняла восстание, вскоре перекинувшееся и на картли. В руках восставших оказались почти все города. Готовился штурм Тифлиса. Во главе этого движения стали представители грузинской элиты. Сначала царевич Григол Багратиони, а затем царевич Александр Иракливич. Однако уже осенью 2012 года к российские войска нанесли повстанцам ряд чувствительных ударов с целью расширения антиправительственного выступления на Северном Кавказе. Осенью 2012 года агент Александра Иракливича армянин Абел Иоганесян Иоганешвили и дворянин Тухарели ездили с возмутительными письмами царевича в Дагестан и Кабарду. Письма были перехвачены российскими властями. 26 ноября 2012 года в результате крупного поражения у деревни Манави силы восставших были окончательно подорваны. Кахетинское крестьянство основной источник ресурсов восстания к концу 2012 года находилась на грани разорения. Картлик Кахетинская знать не перешла на сторону имперского правительства. Давид XII после переезда в российскую столицу систематически занимавшийся исследованием истории Грузии и просветительской деятельностью так описывал эти события. Учинилось в Кахете народное взволнование, куда отправился для усмирения кахетинцев генерал Дмитрий Арбелианов из Грузин, бывший тогда в русской службе. Между царевичем Александром и генералом Дмитрием Арбелиановым произошли стычки, где иногда русские держивали верх над кахетинцами, а иногда кахетинцы над русскими. К всему времени подоспел генерал Симонович с войском на помощь генералу князю Арбелиану. Тогда многие из дворян картолинских и кахетинских оставили Александра и близ Мановы были рассеяны русскими. Почему царевич Александр удалился в горы Пшавы из Пшав в Хевсуреты и из Хевсуреты в Дагестан. Российское командование достаточно сурово наказало виновных. Пять человек было повешено, 29 сослано в Сибирь. На крестьянских хозяйствах была наложена контрибуция в размере 100 тысяч пудов зерна и 50 тысяч рублей серебром. В конце лета 2012 года Бас Мерзав вторгся в Талышкое ханство, а затем захватил крепость Ленкарань. В октябре 2012 года его армия сосредоточилась на реке Аракс, чем воспользовалось российское командование. Внезапно атаковав Каджарские войска, генерал-майор Котлеровский в Арсландузском сражении разгромил противника, а затем в январе 2013 года штурмом овладел Ленкаранью. Правительство Фетхали Шаха вынуждено было в октябре 2013 года в Рочище Гюлистан заключить мирный договор. Согласно договору к Российской империи отходили Кахетинское, Гянжинское, Щекинское, Шерванское, Дербенское, Кубинское, Бакинское и Талышское ханство, а также Дагестан, Грузия, Мегрелия и Абхазия. В ноябре 2013 года Александр Иракович прибыл в горную Чечню, где сумел убедить местных сторожин активизировать набеги на Терскую линию. В мае-июне 2013 года российские войска под командованием генерала-лейтенанта Федора Филипповича Семоновича предпреднили крупную военную экспедицию в Хевсуретию и горную Чечню. Александр Иракович вынужден был бежать в Дагестан, где снова предпринимает попытки составить новую антиправительственную коалицию серокавказских владителей. Последней крупной в дипломатической диверсии царевича, известной нам, является перехваченной российскими властями письмо к последнему верховному князю Кабарды Кучу Кудзанхотову. «Да поможет Всевышний Бог как вам, так и нам в истреблении общего врага нашего заблужденного россиянина. Я слышал, что брат ваш воспринял смерть от руки нечестивых россиян, которых Бог да уничтожит. Таковое известие причинило мне великую скорбь и печаль, каковы мне столь же чувствительны, как и вам. Если вы желаете знать о нашем пребывании, мы, слава Богу, находимся благополучны и надеемся на Всевышнего Бога, что он в уничтожении оного малого числа проклятых обидчиков нам поможет. Ибо в нынешнее время для того и собралось великое число народа персидского и воинства шаха персидского, также и дагестанских людей, и приготовляются сделать нападение на Россию. потому что он и персиан и дагестанцы получили известие о намерении французов, о чем я вас уведомляю, писал Александр Иракливич. Письмо было перехвачено и никаких последствий не имел. По мере обнародования условий гулистанского договора в политическом мировоззрении грузинской элиты и владителя Северного Кавказа образ шаха Ирана, как могущественного восточного владыки, окончательно уходит в тень. В политическое небытие погрузился и самый последовательный символ идеи самодержавного грузинского царства и самый яркий проводник грандского влияния царевич Александр Иракливич. У меня все. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.